Здравствуйте, мастера, и приятного прослушивания комнат Эр Эдмонда. Главный герой сообщает, что нужно пробить дырочку, и из нее начнет сочиться белая кремовая жидкость, которая очень приятна нав... Якума просит его быть потише, но Эйден уверяет, что никого здесь нет. Тут внезапно врывается Эдмонд с фразами «Вы что здесь творите?». Они, Якума и главный герой, замечают, что Эд весь красный, как помидор. Главный герой думает, что это потому, что он пригласил его на послеобеденный чай. Возможно, Эд не любит послеобеденный чай. И просит Якума передать ему еще пирожных, ведь это прекрасные шоколадные пирожные со сливочным кремом внутри. Эдмонд удивляется, что «Неужели вы все это время говорили про пирожные?». Главный герой, конечно же, шокирован, опять же, говорит «Да, конечно, а ты о чем подумал?». Но наш вице-капитан перепрыгивает с темы на тему, просит попробовать пирожных. Якума, конечно же, его угощает. И Эдмонд делает замечание, что чай обладает изысканным ароматом. Что неужели это ангино-артианский чай? И далее перечисляет все ингредиенты, из какого они региона, города были привезены. Эдмонд, как всегда, удивлен, он всегда удивляется, что «Неужели ты все это по вкусу узнал?». На что Эдмонд отвечает, что «Все выдает аромат». Тут внезапно врывается Астра и говорит «Кто тут кушает десертики за моей спиной?». Делает грустное личико, просит попробовать самый большой и красивый десерт. И после того, как он его попробовал, говорит, что этот десерт слишком сладкий, надо бы поменьше сахара. На что Эд отвечает, что наоборот, сахара следовало бы добавить побольше. И у них происходит небольшая словесная перепалка. Якума принимает к сведению, говорит, что «Я изменю рецепт, только скажите, побольше или поменьше?». На что наши двое брата-акробата продолжают ругаться. И Эдмонд говорит, что «Горечь шоколада прекрасно сочетается со сладостью начинки, но если бы добавить еще побольше сахара, начинка бы раскрылась полностью». А Астер в ответ ему говорит, что «Нет, было бы гораздо вкуснее, если бы сахара было поменьше». Эдмонд уверяет, что вся прелесть и суть десерта – это сахар. А Астер же говорит, что «Ты неверно понимаешь смысл десертов. Смысл – это сделать небольшое отверстие и начинать медленно высасывать и вылизывать, и испытывать весь вкус». На что Эдмонд смущается. Кричит на Астера «Да какого черта ты вообще здесь творишь?». Эйден же, конечно, обращает на это внимание, говорит, что «Эд, ты снова покраснел. О чем ты думал? Видимо, есть мысли какие-то, когда ты пришел сюда». На что Эд отвечает, что он просто сделал поспешные выводы. А вот Якума окончательно запутался и вообще не понял, о десертах они говорят или нет. Эдмонд спрашивает у главного героя, на чьей он стороне. И главный герой отвечает, что у каждого свой вкус, неважно, сладкие они или горькие, главное, чтобы десерты были свежие. Якума становится на сторону главного героя, говорит, давайте сейчас кушаем десерты, потому что шоколад уже начинает таять и уже будет потом не очень вкусно это все кушать. Эдмонд извиняется, просит за неудобство прощения и задумывался о том, что надо бы действительно попробовать десерт, так как сказал об этом Астер, но сделает это попозже на личной кухне и только в целях эксперимента. Эд и Эйден находятся на торговой площади. Эдмонд спрашивает, это то место, где ты бы хотел со мной пообщаться? Эдмонд отвечает, что, конечно, два человека ведь могут просто ходить и гулять по улице, это ведь улучшает взаимопонимание. Себя думает, что нельзя недооценивать свидание, неважно, друг это или любовник. На что Эдмонд отвечает, что он довольно часто так делает, прогуливается. Главный герой в шоке, что говорит, неужели ты с кем-то встречаешься? Но Эд отвечает, что рыцари, которые всегда следуют за ним, они всегда с ним рядом прогуливаются. А наш главный герой про себя думает, что это не так, дружок, работает, видимо, никогда ты на свиданиях не был. И спрашивает, что бы хотел Эдмонд перекусить. Эд отвечает, что здесь есть десерт из фруктов на шпажке, мол, я про него слышал, но никогда его не пробовал. Потому что на дежурствах таким не занимаются, не кушают всякую еду уличную, а идти просто так, куда-то без предупреждения, это такое себе занятие. Эдмонд спрашивает, нужна ли какая-то маскировка для Эда, чтобы его никто не заметил, чтобы его никто не отвлек. Но Эдмонд отвечает, что он хочет быть честным для своего народа, и ему не нужно ни от кого скрываться. Затем они доходят до этой лавки, где продаются фруктовые шашлычки. Главный герой восхищается их вкусом, хрустящей сахарной корочкой, и спрашивает, не хочет ли Эдмонд откусить кусочек. Эдмонд же, конечно, говорит, что это не входит в его расписание еды, а удивленный Эдмонд задает вопрос, что неужели ты никогда не делил еду с кем-то, ведь это гораздо вкуснее так получается. И пытается накормить Эдмонда фруктовым шашлычком. На что смущает очень сильно Эда, и Эд думает, что главный герой уже откусывал, и там осталась его слюна, и это будет, видимо, поцелуй. Главный герой говорит, что вот они прелести свидания, чем опять смущает Эда. Эд спрашивает, как свидание, что? Тут Эда начали узнавать на улице, и наши герои находят укромное местечко. Эдмонд так как еще не откусил, спрашивает, нужно ли все еще ему кусать шашлычок этот. И в край раскрасневшись, откусывает маленький кусочек, и в этот момент он выглядел гораздо соблазнительней, чем главный герой вообще его представлял. И Эйден ведет Эдмонда найти еще чего-нибудь пожевать. Эдмонд идет дальше в своих мыслях, что шашлычок-то был не особо сладким, но почему же на губах такой сладкий вкус? Неужели потому что главный герой это кушал, и в целом прогулочка-то неплохой оказалась. На этом мой рассказ-пересказ истории окончен. Всем спасибо за просмотр и прослушивание. Всем хорошей игры и удачных круток! Субтитры сделал DimaTorzok